МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мелкими шажочками менталитет людей меняется. То есть они уже относятся к этому, как к хроническому заболеванию. 1 декабря – день борьбы с ВИЧ. По данным врачей, число инфицированных в Ангарске за год выросло на 325 человек. Понял, что себя поразила именно доброта людей. Как они к нам улыбались, как они рады были. Дружба народов. Ангарск официально стал городом-побратимом японскому Камацу. Мы собираемся делать намного интереснее. Там будет уже и комментаторская. Виртуальная реальность. Геймеры сравнивают игры со спортом и приглашают на турниры. Главные новости дня на телеканале «Актиз» в студии Наталья Зарубина. Здравствуйте. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Ангарске число людей с ВИЧ и СПИД растет. За 10 месяцев 2017 года этот диагноз впервые поставлен 325 ангарчанам. Это на 15 случаев больше, чем за весь 2016 год. У жителей отдаленных территорий, так же, как и у горожан, появился шанс пройти обследование анонимно и бесплатно. С 28 ноября до 4 декабря на территории округа проходит акция «Стоп ВИЧ-спит». В Мегете кровь сдали 10 человек. В Саватеевке и Одинске по 15. Результаты исследований будут известны через неделю. Мелкими шажочками менталитет людей меняется. То есть они уже относятся к этому как к хроническому заболеванию. Потому что даже когда проводишь дотестовое консультирование при сдаче анализа на ВИЧ-инфекцию, разговаривая с пациентом, он понимает, да, я знаю, что такое ВИЧ-инфекция, я знаю, как она передается. И сразу встречный вопрос для него, а как вы относитесь к данному заболеванию? С этим живут долго и счастливо. Всего в городе на учете состоят порядка 3,5 тысяч человек с этим заболеванием. По области мы на седьмой строчке печального рейтинга. Иркутская область первая по выявляемости болезни в Сибирском федеральном округе. И третья по общему числу инфицированных. Знаки общественного поощрения накануне вручили ангарским ветеранам. Мероприятие приурочено 80-летию Иркутской области. Среди обладателей юбилейных медалей – председатели первичных организаций ветеранов юго-западного и центрального районов – Галина Маторина, Людмила Иньошина, а также заместитель председателя Совета ветеранов Анатолий Никифоров. Люди активные были как в производственном, в трудовом своем возрасте. И уйдя на пенсию, они не остались равнодушными где-то заниматься своими делами домашними и только с родственниками. Они сегодня очень активны, они неравнодушны у нас, они поднимают все вопросы, которые касаются и которые вызывают трудность в жизни наших ветеранов и вообще людей старшего поколения. Поэтому эти люди заслуживают очень большие слова благодарности и неугомонность их позволяет людям решать свои вопросы. Почетные знаки получили 15 ветеранов. Всего в Ангарске в этом году награду достойны 240 человек. Десять юных ангарчан вернулись из первой поездки в город по братим Ангарска Камацу. Своими впечатлениями ребята поделились с мэром округа Сергеем Петровым. Ученики из разных школ представляли не только родной город, но и в целом культуру многонациональной России. Репортаж Евгении Шильниковой. История отношений Ангарска и Камацу началась в августе 2003 года. Спустя 14 лет, 13 ноября 2017 года, наконец, было подписано соглашение о побратимских отношениях между городами. И это не просто формальность. Договор подразумевает постоянное и долговременное сотрудничество. Первым шагом навстречу друг другу стала поездка и знакомство с культурой другой страны. У японцев мы все знаем, чему в первую очередь надо учиться. Это уважение. Уважение друг к другу, уважение к своей земле, уважение к своим обычаям, к своей истории. Но во главе всего лежит уважение к самому себе. В первую очередь эти люди с самоуважением, мне кажется, на первом месте. Перед поездкой школьники усиленно учили японский язык. Играли спектакли, ставили песни. Другие делегации представляли классические произведения. Ангарчане же в качестве темы визита выбрали русскую культуру. Сарафаны, ложки, матрешки и другие атрибуты, характерные нашим обычаям. Дети каждый день понимали, что значит быть представителем России. Они очень достойно несли вот это ответственное время, очень достойно себя вели. И мы им очень благодарны тоже за это. Хочу вам сказать, ребята, огромное спасибо за то, что мы очень достойно представляли с вами не просто город Ангарск, не просто Иркутскую область, а представляли Российскую Федерацию в Японии. Япония очень сильно поразила именно доброта людей. Как они к нам улыбались, как они рады были, как они нас трогали, это же просто дети особенно. Сотрудничество между городами-побратимами только начинается. Японцы выразили желание посетить Ангарск в новом году. А также с уважением и вниманием примут ангарчан у себя. Евгения Шильникова, Роман Буйнов, Местное время. В Ангарске открыли ведомственную дорогу АЭХК. На контрольно-пропускных пунктах разобрали шлагбаумы, а с проезжей части убрали бетонные блоки. Водители, спешащие в областной центр, оценили изменения. Очень удобная данная дорога, надо было открыть ее гораздо раньше. Потому что завод уже свои функции выполнил. А для автомобилистов очень и очень хороший и удобный маршрут, особенно с квартала. Очень намного сокращается расстояние до Иркутска, но в юго-восточной здесь вообще рядышком. Вскоре на проезжей части появится разметка, будут установлены дорожные знаки. Скорость здесь превышать нельзя, дорога узкая и весьма извилистая. В следующем году муниципалитет займется ее расширением. Турниры по киберспорту добрались до Ангарска. Первые соревнования по компьютерной игре «Контерстрайк» уже состоялись в Центре инновационного творчества 25 и 26 ноября. Организаторы планируют проводить подобные турниры минимум четыре раза в месяц – в приставочные и компьютерные игры. Киберспортсмены не согласны с утверждением, что виртуальные игры – пустая трата времени. В игре они какие-то отрабатывают навыки, у них как-то логическое мышление повышается. Потому что в игре там не просто надо от балды играть, там надо продумывать каждое свое действие, надо делать его осознанно. И, наверное, развитие вот в этом, что дети… Дети… По крайней мере, они не сидят дома, а… Да, но они не сидят дома, не шляются на улице, они приходят, и родители будут знать, что они играют и знакомятся с людьми. Следующий турнир у нас планируется по «Доте 2». Он будет 9-10 декабря. У участников будет также 40 человек, но уже зрители, мы надеемся, что будет гораздо больше. Потому что следующий турнир мы собираемся сделать намного интереснее. Там будет уже и комментаторская, то есть будут комментировать игру. Чтобы контролировать состояние игроков с нового года, на базе центра «Лифт» будут работать наставники. Кроме того, в кибершколе обещают начать занятия для блогеров. В турнирах кибершколы могут участвовать молодые люди от 14 до 30 лет. А сейчас в программе наша традиционная рубрика «Здравствуй, мама». Сегодня героем нашего сюжета станет Гена. Мальчик проживает в одном из социальных учреждений Ангарска. Увлекается спортом, любит помогать взрослым. И очень хочет стать частью крепкой, дружной семьи. Мальчик проживает в одном из социальных учреждений Ангарска. Ну, чем-нибудь занимаясь. Я помогаю там, короче, плотнику. Там окна делаем потом. Чего мы еще? Вчера вот телегу делали, ну, чтобы мусор вывозили. Ну, там ко мне еще помогают. Ну, учителям там, например, стул сломался, сносить плотнику. Пусть, наверное, он его сделает, помочь ему нести обратно. Мне нравятся бочи, баскетбол, там, выжигала. Ну, там мячики подкатывали к полене. Геннадий у нас сам по себе мальчик активный. И хотелось бы, чтобы семья у него такая же была активная. Чтобы они много путешествовали, увлекались туризмом. Чтобы мальчик вместе с ними познавал этот мир и узнавал что-то новое. Потому что он сам по себе неусидчивый. Ему надо постоянно куда-то бежать, что-то узнавать и что-то делать. Мне нравятся ИЗО, физкультура, математика и русский. Я люблю на ИЗО рисовать гуашу, красками, ну, карандашами иногда. Вот сегодня был ИЗО после... Ну, вот тема, где живет добро. Вот я нарисовала, где живет добро. Ну, по теме рисуем. А где живет добро? Ну, я нарисовала в сердце. Если вас тронула история этого активного и жизнелюбивого мальчика, на все вопросы по опеке или усыновлению ответят в Министерстве соцразвития. Адреса и номера телефонов вы видите на своих экранах. Ангарская федерация баскетбола может получить финансовую поддержку муниципалитета. С таким предложением руководство местной организации вышло на депутатов Думы округа. Статью расходов рассмотрят на ближайшем декабрьском заседании. В случае, если народные избранники примут положительное решение, юные спортсмены станут выезжать из соревнований чаще. Ведь их родителям больше не придется собирать деньги на поездки. На счету ангарских баскетболистов немало побед в турнирах самого разного уровня. В федерации проведено много турниров, таких как детская байкальская баскетбольная лига. С 2002 года 15 межрегиональных чемпионатов среди команд мальчиков и девочек различных возрастов. Ежегодно проводим турниры к Дню защитника Отечества среди команд мальчиков. Ангарская весна к Дню 8 марта для девочек. Кубок победы среди мальчиков и девочек с приглашением участников Великой Отечественной войны. Сейчас в нашем городе баскетболом увлечены почти 300 юных ангарчан. Большая часть – это мальчики. Пять тренеров готовят спортсменов к новым достижениям. Будущие чемпионы занимаются во Дворце творчества детей и молодежи и в спортивной школе «Сибирь». В субботу в 19.30 итоги недели подведет Даниил Недельский. А наша часть выпуска завершена. Всего вам доброго и до встречи.